Вот я опять хочу записать, когда будет школа, желательно, чтобы вы сказали предположительное количество мест, на сколько детей будет рассчитана школа, на сколько деток будет рассчитан садик, который построится в этом микрорайоне. Желательно, это пожелание граждан и меня в том числе, чтобы это был ровный участок местности, который сегодня очищен от каких-то, освобожден от индивидуального строительства и так далее. Это наш посыл. Ну, я единственный раз за сколько лет существует это здание попал на прием непосредственно к руководителю администрации. Я думаю, есть возможность... Так, следующий объект. Следующий спорный момент. Так, это касаемо исторического наследия города Чебоксары. В среду я детально распишу этот момент, и просто мне хотелось бы услышать, все-таки будете заниматься историей города в свете, опять же, вот этого колокмио главных архитекторов муниципальных образований Российской Федерации. Вы обещали представить информацию на основании... Это на среду, на среду, на среду. Но я хотел просто с учетом личного приема озвучить, что вы скажете, да, мы будем заниматься. И все, что сейчас застраивается... А я сейчас озвучиваю. Вот эти высотки непонятные. Комбинат общественного питания «Белая чайка». Нам не нравится, что этот объект там строится. Он загораживает, будет панорамный вид с улицы Сейспеля на заливе и так далее. В том числе, там непонятное здание, там 23-этажное до сих пор, оно маячит. Мне говорят, что он уже крем дал. К сожалению, у меня нет оборудования, чтобы это проверить. Но, возможно, это имеет место быть. Потому что изначально это место было расчистено на шестиэтажное здание. Там наплавные грунты, песок и так далее. Рано или поздно это все уйдет и в голову. И спасение? Давайте это у вас не поверим. Вот буквально в субботу мы обговаривали. Объект спорный – это исторические печи XVII века. Почему их перенесли и разрушили фактически туристический кластер, о котором мы всю дорогу рады, тем не менее, с вашим замом Салаевой. Была бы народная тропа, сделала бы архитектурное окно и все было бы дерево. Если бы вы ничего стоять на кофе, не пошли бы и подключили бы людей, а другие бы общественные... А я даже с директором разговаривал с ЖБК-9 по этому вопросу. Он говорит, ну видите, они глазки так опускают, ну как бы, вот я собственник. Что хочу, то и ворочу. Все. Вот они все хотят и воротят. Они через аукционы покупают, специфические аукционы, неземельные участки в исторических знаковых местах. А почему они это делают? Потому что у нас до сегодняшнего дня не определены границы исторической части города. Почему не финансируете? Почему не финансируете и в бюджет не закладываете создание границы исторической части города? Мы об этом не говорили. Среду обсудим. Не говорили. Вы сформулируете вопросы, дайте их письменно, и мы вам ответим. Письменно это уже доисторический материализм. Вы начинаете рассуждать, то ли на камеру играете, то ли еще на колонах. Представьте свои вопросы. Помните, я не представляю ни одну политическую движение, организацию, партию. Я обычный гражданин города. Не надо мне говорить, что я там играю на публику. Это мой способ привлечения общественного внимания. Я думаю, меня поддержат многие жители города, которые видят, что у нас все, что касается истории города, все похерено. Засилие строительных организаций, в том числе и ваших организаций, аффилированных. Об этом и баннер стоит и так далее. Ну, куда? Ну, как так? Давайте, если вы строите, память о себе какую-то оставляйте, чтобы мы не екали, вспоминая кого-то, а говорили какие-то оды, сочиняли, еще что-нибудь, дифферамбы. Дифферамбы, кстати, вы обсуждали этот мой вопрос достаточно спорный. Но что-то такое интересное. Вот, Волга, единственный отель, да? Единственный, вот в этом стиле, стройте, пожалуйста. Все, что касается... Вопросы ко мне. Про историю думайте гордо, пожалуйста. Да, будем думать. Высотки, нам не нужны высотки. Мы не живем в Японии, где каждый... Карты высотного занятия. Где у нас землю? У нас землю можно расширить до... Расширили до Харкасов и так далее. Расширяйте. Зачем нам эти высотки? Они сочетаемы, не сочетаемы. Вот сейчас взять улицу Гузовскую и так далее. Ну, сейчас господин Радин со своими окнами и так далее. СК старатель. Сейчас они застраивать это будут. У нас, вы знаете, такая урбанистика. Вот мы живем на Волге, мы должны эту Волгу видеть. Вот у нас сейчас есть решение суда, вступивших в силу, по проспекту Ленина. Карл Марсер, да? Карл Марсер. По Дорису? Да, да. По Ленинскому Карл Марсер мы проиграли суд до Рису. И они будут строить, хотят, 23-этажное здание напротив Дом торговки. Вот вы как общественник участвуете, наша позиция против, мы бы не хотели. Но, учитывая действующее законодательство, нормативы, они вписываются в границы земельного участка. Я вас сейчас перебью. Вы мне сказали, юрист и так далее. Вы... Вы меня не призывайте, я же вас не призываю. Давайте, пожалуйста. Я закончил, теперь вы говорите. Ага, вот закончил и начинаю. Поймите, вы как муниципальное образование, как собственник земельного участка, в том числе, вы должны им давать проекты. Мы не собственные, а не собственные. А тогда через аукцион не продавайте право. Они не через аукцион выиграли, а в аппаратном заводе купили земельный участок. Тогда вы должны в перспективе были участвовать в этом конкурсе. И вы купите этот земельный участок в интересах города, предполагая, что они застроят. Коммерческие организации. А вы же тоже как страна могли участвовать. Профилософствовать можно? Можно. Вопросы какие еще? Ну, это шляпа. Это реально шляпа. Хорошо. Вопросы какие? Следующий объект. Сквер Чапаева, Лесная 2. Какого хрена он там должен строить комбинат, непонятно, четырехэтажный? В исторической части города. Зачем он там нужен? Зачем? Четырехэтажное здание с музеем Чапаева собирается строить. Где? Лесная 2. Я был на публичных слушаниях. Я спросил господина Мамуткина. А скажите, пожалуйста, основания приобретения этого земельного участка. И знаете, он мне что-то сказал. Договор Мена. Хорошо. Опять не... Я тут бесконечно могу рассказывать. Разговоры. Бесконечно, она там будет стоять. И всем сотрудникам нужно работать. А я не работаю. Рассказывать долго, а нам нужно выполнять наши обязанности. Так, резюмируя, вы говорите, что да, школа будет? Я вам уже сказал, получите в среду ответа. Опять непонятно. По поводу целинового решится, да? Лично касаемо меня. Лично касаемо вас, вы получите ответ в среду. Я же вам повторил, у нас не порядок. Все, ладно. Вы меня за слово хотите помочь, что ли? Ну, у меня единственная возможность как-то вас... Не надо, слова оцепляй. Вы обратились к проблеме, я вас как многодетного отца принял, как многодетного отца понял, выслушал вашу проблему, понял, что у вас есть маленькие дети, и взял вопрос по работе. В среду вам уже несколько раз было сказано, получите ответ. Ну, у нас пословицы русские, 7 раз отрежь, 1 раз... Отмерь, 1 раз отрежь. Я бы мы так... Смотря какими методами режешь и меришь. Нет, мы от народной мудрости недалеко ходим. Мы также хотим 7 раз прийти и конкретизированный ответ в среду услышать. Вот, это наше право. Право, все.